На последних занятиях мы говорили о форме. Я продолжу эту тему, но только на этот раз мы поговорим о форме вне формы. Если взглянуть на лампу слева, то видно, что она изображена в естественном дневном освещении. Слева видны все мелкие детали лампы, но стоит ее включить, как это показано справа, то изображение кардинально меняется. Внезапно сам объект становится силуэтом. И на изображении не видны детали самой лампы. Вместо этого нам открывается освещенная часть стены позади основного объекта. Итак, форму объекта можно почитать положительным пространством и все остальное негативным. Все, что находится снаружи контура лампы, негативное пространство. Конечно, это изображение включенной лампы просто пример. Вы можете использовать любое другое изображение и рассматривать пространство вокруг него как негативное. Мне просто было легче объяснить вам суть на примере с лампой. Итак, сегодня мы будем работать с негативным пространством. Итак, в руках у меня карандаш, а на изображении треножник моего фотоаппарата. Вам же лучше найти реальный объект и рисовать его вживую. Чтобы изобразить негативное пространство, вам нужно начать с положительного. Вы можете использовать все способы визуального измерения, о которых мы говорили ранее. Пока что я быстро набрасываю контуры объекта и уже позже подкорректирую его форму. Сразу хочется оговориться, что я вовсе не собираюсь создавать рисунок, который помог бы мне с гордостью добавить его в свое портфолио. Это просто тренировка. Я всего лишь тренирую свою способность различать негативное пространство. Это поможет мне лучше видеть уникальную форму объекта. Не так уж важно, каким способом вы добьетесь конечного результата. Если хотите тщательно прорисовать каждый контур, то можете пойти таким путем. Важно обращать внимание на форму объекту, а не на его внутренние особенности. Эти внутренние особенности еще называют добавочными контурами. Так вот, нам важно сконцентрироваться на основном, внешнем контуре объекта. Мы дополнительно подчеркнем его, выделив цветом негативное пространство. Вот таким должен быть конечный результат. Как можно заметить, фон изображения очень темный. Я использовал перекрестную штриховку. И в объекте нет ни одной линии. То, что вы видите, это первый пример того, как можно рисовать тонным, а не линией. Здесь нет линий, только два тона, черный и белый. Это еще одно отличное упражнение, при помощи которого вы можете приучить себя к тому, чтобы видеть специфичную форму объекта. Но способ, при помощи которого вы выражаете свое видение на бумаге, отличается от прежних. В этом упражнении вам наверняка придется поработать ластиком, так как вы, скорее всего, наложите слишком густой тон в некоторых местах, и вам нужно будет стереть графит с бумаги. Это отличная возможность поработать с ластиком вязкой и с виниловым ластиком. Я думаю, что некоторые из вас уже видели контурные изображения из видеоигр, которые я демонстрировал ранее. Они изначально создавались как контурные изображения. Верите или нет, но вы уже делаете первые шаги для того, чтобы создавать подобные изображения. Но самое важное, это правильно настроить свою голову и научиться видеть негативное пространство. Ваше домашнее задание? Нарисовать три объекта. И я советую вам выбрать самые сложные объекты, которые есть вокруг вас. Не делайте свои рисунки слишком большими, потому что в противном случае вы потратите кучу времени на то, чтобы нанести на негативное пространство темный тон, а пользы от этого будет мало. Я знаю, что работа предстоит нелегкая, но я рад, что вы продолжаете усердно работать. Такие задания – это как раз то, что развивает ваши навыки наблюдения. Пока не скажешь, что эти работы выглядят шикарно, но именно они помогут вам достичь результата, о котором вы мечтаете. Удачи и спасибо за внимание!